21 октября в Российском центре науки и культуры в Праге состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса «Книгуру в Чехии». В 2016 году конкурс вышел за пределы России и прошел в Великобритании. В этом году к нему присоединились Чехия и США. Я в полном восторге от уровня участников, от качества текста, от количества участников. Большое спасибо всем за такое самоотверженное вовлечение в эту идею. В жюри чешского конкурса вошли писатели, преподаватели русского языка и литературы, журналисты и музыканты. В свои рецензии, отклики и иллюстрации на лучшие современные произведения детской литературы на русском языке для конкурса в Чехии прислали 60 участников. Это ученики чешских школ в Праге и в Карловых Варах. Это можно сравнить с таким красивым, красивым и разноцветным фейерверком, который во все стороны сыпется, сверкает, радуется, пахнет розами и цветущей сиренью. У меня такие ассоциации. Потому что дети прекрасны. И что мне особенно близко к человеку, семейному и помешанному на семье, вот эта общность детей и родителей, когда они вместе делали. Когда делали не вместе, но семья явно тыл вот такой надежный. Это же самое главное. Если у нас надежный тыл, мы горы свернем и потом на место поставим, чтобы они были еще красивее. Это вот самая-самая главная жизнь в нашей семье. Работы оценивались в трех номинациях. Это индивидуальная, коллективная и семейная рецензия. Победители получили новейшие электронные книги, книги с автографами авторов и подписку на электронную библиотеку. Этот мультфильм на книгу Татьяны Рик «Чур Володька. Мой жених» стал победителем в номинации «Семейная рецензия». Его создала для конкурса Таисия Преображенская вместе со своей семьей. Мы, естественно, будем участвовать. Это понятно. Потому что, как мы показывали эти книжки, по-моему, туда еще куча классных книжек, которые было бы клево прочитать. Поэтому мы будем участвовать, конечно. Нам очень понравилось работать над рецензией. Мы всей семьей, да, все же делали. Таисия рисовала, потом писали, читали, потосъемку, это видео, как мультики, да, организовывали. Я подсвечивала торшером, папа снимала на специальную программу. Таисия двигала героев. Вот. И, в общем-то, сам процесс нас очень порадовал. В следующем, в 2018 году, к конкурсу планируют присоединиться Болгария, Испания и Канада, российский центр науки и культуры в Праге.